Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать образ Шерил Блоссом, одной из героинь сериала Ривердейл. Я уверена, что данная девушка покорила сердца ну миллионов, потому что ее стиль неповторим, он отличается яркостью, сексуальностью, привлекательностью и своей собственной изюминкой. Ривердейл Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова может использовать хлопок, велюр и сатин. Шерил обладательница достаточно яркого стиля и вряд ли мы увидим ее во футболке и джинсах. Она всегда ценит оригинальность в выборе одежды и своих образов. Она знает все свои сильные и слабые стороны, поэтому всегда выглядит на все сто. Так как гардероб Шерил очень обширный, у нее очень много вещей, которым будем сегодня разбирать, я решила не останавливаться на какой-то определенной вещи, как, допустим, я делала это в гардеробе Нуры. Но у Нуры достаточно базовый гардероб и все ее вещи достаточно однотипны. У Шерил такого нет, и я решила, что в этом видео я не буду останавливаться на каждой вещи. Я буду больше визуально показывать вам их. Также в конце этого видео мы разберем стильный нет Шерил Блоссом и то, чтобы она никогда не надела. Если говорить о верхней одежде Шерил, как вы уже поняли, она была бы в таких цветах, как белый, красный и черный. И начнем мы с того, без чего Шерил не Шерил, это кожаная куртка. Именно эта верхняя одежда появляется на ней чаще всего. Также в ее гардероб может входить пальто в стиле Шанел, Шанел, Шанель, неважно, и обычное пальто на пуговицах. Еще очень классная вещь в ее гардеробе это укороченная шубка. В сериале она представлена в белом цвете. Если смотреть по платьям, то это, скорее всего, будет мини, потому что Шерил вообще придерживается очень короткой одежды в своем гардеробе, но с такой фигурой как бы ей это простительно. Если смотреть по платьям, это обтягивающее платье и атласное платье мини, и летящее платье в пол. Как, допустим, которое надевала на выпускной, если я не ошибаюсь, и на прием своей семьи. Если говорить о костюмах, то это просто несравненные, честно, я вообще в шоке от ее костюмов, потому что они настолько классные. В основном это также что-то короткое, допустим, пиджак и юбка или пиджак и шорты. Длинных каких-то костюмов, допустим, вот таких я у нее никогда не видела. Если говорить о верхней части гардероба, то это топы, как с длинными рукавами, так и с короткими. На ней также можно заметить топы с принтами и однотонные. Если мы уже начали говорить о топах, то остановлюсь на кроп-топах. Она их просто обожает, особенно с принтом вишни. Пару раз на ней можно было встретить пола, а также блузы с укороченными рукавами. В ее гардеробе можно наблюдать блузы с чокерами, а также наипрекраснейшая базовая вещь — это водолазки. Еще раз повторюсь, что Шерилл придерживалась бы таких цветов, как бордовый, красный, черный и белый, особенно в таких вещах базовых, как водолазки. Итак, моя любимая часть — это низ. Первое, на чем я заостру свое внимание, — это юбки. Шерилл их просто обожает, и чаще всего нам представляют ее именно в юбках. Здесь выбор вообще различный, но обязательно что-то обтягивающее и мини. Если говорить о материале, то это кожа, твит, и очень часто на ней можно встретить клетчатый принт, особенно в юбках. Брюки в стиле скини также являются неотъемлемой частью ее гардероба, особенно черные и красные. Также можно наблюдать разные принты, начиная от полоски, заканчивая однотонными. Еще мне очень понравилась одна деталь в ее гардеробе, если я не ошибаюсь, это третий сезон — это брюки с лампасами. Она сочетала их с водолазкой, и как по мне, так это смотрится просто бомбезно. Ну и последнее — это шорты. У нее есть как классические шорты, так и джинсовые, также представленные в разных оттенках. Перейдем к обуви. Нура, которая отказалась полностью от каблуков, является полной противоположностью Шерилл, потому что Шерилл обожает каблуки. Ее можно встретить, я думаю, только на каблуках, всегда, везде, в любых ситуациях, хоть она ходит по школе, хоть бегает по лесу с луком, девушка всегда на каблуках. Среди ее обуви обязательно будут туфли и босоножки на высокой подошве, босоножки на платформе устойчивом каблуке, высокие ботфорты, замшевые ботильоны на устойчивом каблуке и туфли-лодочки, кстати, которые являются базовыми. Аксессуары моя любимая часть, особенно в случае Шерилл, потому что на ней постоянно что-то есть, какой-то аксессуар, она безумно любит чокеры, у нее есть две любимые броши, это вишня и паук. Также на ней всегда можно заметить кольца, в основном это будут серебряные либо золотые, неатюрные сумочки красных и черных оттенков, кожаные рюкзачки, особенно небольшие, и кожаные сумки среднего размера. Ну вот и все, как я уже сказала, мы достаточно быстренько пробежались по гардеробу Шерилл, надеюсь, все было внятно и понятно, а сейчас мы перейдем к тем вещам, которые для нее являются просто стильными нет. Первое, это Шерилл никогда не будет надевать массивные украшения комплектами, ультра-короткие шорты. Шерилл, конечно, любит мини, но не настолько, чтобы так сильно оголять свое тело, и это смотрится очень вульгарно. Джинсы бойфренды всеми, кстати, любимы, и мне тоже нравится этот стиль, но для Шерилла они являются анти-трендом, потому что для нее они слишком мешковатые и неженственные. Балетки и громоздкие кроссовки также являются ее стильными нет, потому что, думаю, девушка посчитала бы это очень неудобным и некрасивым, неподходящим к ее стилю. Сочетание велосипедки и пиджак, которые сейчас так модны на Пинтересте, тоже стали бы ее стильными нет. Даже если бы она подобрала их в ее любимой цветовой гамме, она бы все равно не стала их надевать. Пиджаки мужского кроя и худи с толстовками. Они также являются для девушки мишковатыми, неженственными. Она любит все, что подчеркивает ее фигуру, ее красоту, ее женственность. Ну вот и все, на этом наше видео подошло к концу. Вот такой небольшой разбор получился. Я надеюсь, что визуально вам все было понятно, потому что я не разбирала это видео так сильно, как прошлое. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания, вы всегда можете написать их в комментариях. Также пожелания по поводу героинь. На этой прекрасной ноте я заканчиваю данное видео. Я очень благодарна вам за просмотр. Также вы можете подписаться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Я вас всех очень сильно люблю, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok